Всем здравствуйте! Адекватным людям особенно! Вы на канале Пиратская Жизнь. Да, с вами Пиратская Нина и Попа. И мы счастливы! Давай! Мы счастливы! Мы счастливы новому дню! Мы счастливы! Мы счастливы! Да. Все, всем прекрасного настроения! У нас сегодня обед, как всегда. У нас мумбанг! О, там что там грохают все утро. Что-то техники у нас нагнали на стройку. У нас, как говорится, первые ряды. Смотрим. В портере. Места в портере. Дай-дай уже свою смятанку. Внутрь немножко подолью, чтобы все собрать вкусненькое. Все вот это вкусненькое собрать. Так вот, давайте. Так вот, Россия. Буль-буль-буль-буль-буль. Все вкусняшку. Как мне понравился этот ролик. Муж бесплатный. Ран. Вот реально, мы, кстати, отрываемся на тех, кто бесплатный, кто, знаете, кто слабый. К сожалению. Вот обычная вещь-то нам жалко. Вредить. Что-то разбить. Я, кстати, знаете, что хочу сходить? Я хочу сходить. У нас все это... Пытаюсь сходить. Все никак не схожу. У нас есть развлекательный, короче, центр, где можно побить посуду. Вот. Там, типа, каком-то страха, что-то зеркала и прочее. Вот. Там еще есть такая опция разбить посуду. Мне кажется, так будет здорово. Сходить, побить, там, выпустить пар. А то в ванной уже сложно скрывать синяки. Правильно я сказала. Вот. Так что такие дела. Размешаю. Я, кстати, новый чай еще не заварила. Тот, который вчера купили. Ричард. Чай Ричард. Бурщец. Хрен новинка. И вот такой, кстати, пирог у нас очень вкусный. С курицей с сыром. Сейчас порезу. Куча мячей. Аще. Капец. А чай или вописка? Аще. Аще, аще, аще. Че, почистили тебе? Нет, это я чиста. Ну, тут ее чистят. Не сложно. Хрен, это мышь, нет? Я же съем. Я найду тебя. Я найду тебя. И дам тебе пощаду. Не, ну, действительно. Знаете, если бы просто человек за свои гадости просто получал бы по заслугам, мне кажется, мир был бы чище. Ну, честно. Потому что зло порождает зло. Ну, честно, я хочу извиниться, знаете, за утренний выпуск. Потому что не хочу съесть негатив. Потому что срываясь, так сказать, на вот этих вот несчастных людях, которые по-любому... Ну, да. Я продолжаю вот эту вот линию негатива. На самом деле, которую не стоит продолжать. Потому что где-то это должно быть стоп. Я дико извиняюсь за утренний выпуск. Слишком он был эмоциональный. Просто вот накипело. Вы знаете, я такой человек, который не держит в себе вот это все, да? Я высказываю. Но хочется, конечно, воззвать к людям, сказать, что люди, будьте добрее. Люди, будьте как-то, не знаю... Как кот Леопольд. Да, давайте жить дружно. Но, к сожалению, мы живем в таком мире, где есть анонимность, где есть безнаказанность. Вот. И, конечно, верить в что-то такое высшее, которое рано или поздно всех настигнет. И на божьем суде, так сказать, каждый будет в своем котле кипеть. Вот. Но я, опять же говорю, я извиняюсь за утренний выпуск, потому что оно иногда накипает. Ну, вот, Витя, я бы сказал, с места ловище. Надеюсь, тем людям, которые тоже пишут гадости, надеюсь, им тоже где-то становится чуть-чуть полегче. Как Бог у вас даст. Простите меня, дуру грешную! Всем приятного аппетита! Вот, знаете, вот я извинилась, и мне стало легче. Спасибо. Вот, друзья, вот. Видишь, мне со мной стало легче. Попробуйте. Может быть, вам тоже станет легче. Просто попробуйте извиниться. Не обязательно передо мной. Я понимаю, что там у людей не хватит мужества извиниться перед незнакомым человеком. Просто, например, ну, знаете, как-то реально обидели. Попробуйте извиниться. Нахамили. Мы ничего ничего сделали. И как легче становится. Очень прекрасный день. Морозный. Шикарный день. Впрочем, как всегда. Ну, так все блестит. Все блестит, да. И кондерчик-то отдаялся. Да-да-да. И то, что ты вот шапку снял. Если бы ты шапку не снял. На солнышке-то. Еще и сбоку был лед. Он тоже отдаялся. Угу. Ну, как я беру. Сейчас, девушка. Еще. С хреновенькой. Наверну. Пару бычих родиков. Просто солнышко немножко греет. Видимо, тает. Да? Сверху, да. Если бы я шапку не снял. Сейчас бы все таяло. Сосульки бы не сели. Игай, прядь. У тебя так. Ммм. 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 Вкусно, что? А его даже немножко разбодержило. Кто бы не сомневался в этом. Да. Последние два раза я тебя подбодерживаю. Он подбодержил, да? Да. Потому что в противном случае было бы на один раз. А так на два. Размешал. Как, ну? Худше. Наше дело предложить ваш отказаться. Мммм. Ну, каждый раз просил, чтобы я что-то пирог там беру, он такой, нафиг себе, нафиг, а сам первый лапку тянет. А ты все нажал. И я? Даже я вообще не наладу. А он белый пушистый. Да. Я тоже, знаете, я срываюсь. У меня тоже, знаете, плохое настроение. И срываюсь на ближних. На ближних. На Ваване. Зайду там, кучу человек заблокирую, и мне легче становится. Потому что, понимаете, я согласна все это делать. Я хочу заблокирую, хочу заблокирую. Хочу вообще закругами тэр. Моя власть. Хоть какая-то. Хоть маленькая, но есть. Приятно. Осознавать. А слова, на самом деле, это пшик. Так. Это караван идет дальше. Какая ядреная штука. Да. Дедай. Твой остался. Ну, дедай. Ну, дедай. Ну, что ты остался. А я что, с шарикой будем? Так, вот с бутербродом. Дедай. Что-то осталось, наверное, бутербродом. Что, мне оставить, что ли? Так, что есть? Я не хочу больше. Я не хочу. Слишком. Давай-давай. Я просто верю. У тебя все получится. Классота. Мне там, сад, девчонки, за ней скидывали борщ. Что же говорили? Чин-чин борщом. Чин-чин. Правильно сделали. Борщ, это тема. Так, всяк. Все? Хреново не закончится. Ну, это. Все. Я устала уже от этой. Хреново. И она очень вкусная. Как-то, знаете, вот так накидываешь, накидываешь. Хочешь, хочешь. Парни, я как-то. Перегорел. Сколько нам, Наташ, три банки вам давала? Мы съели три банки. И все. Вене почти. Я, кстати, там спрашиваю, по-моему, хреново. А обычно делаются. Тюрьмесорубка. Хрен. Помидоры. Соль, перец. На соль, перец. Там еще делается несложно. Кограмм помидоров, 100 грамм френа, 100 грамм чеснока. Вот. Соль по вкусу. Обычно где-то саловую ложку, да? Да. Перец красный и острый. Если есть возможность, там чили. Тоже прям туда же свежий прокрутить. Это очень обалденно. Кто любит менее острый, без перца можно. Я видела, знаете, кстати, рецепт, хреновина, как делают некоторые, покупают хрен в магазинах уже протертый в баночках вот эту. И просто в помидор добавляют все. Ну, это вот такая быстрая закуска, если, например, нет возможности вот такую вот летнюю помидору и так далее. Мы консервировали, я помню, пару лет. У нас много было, даже выкидывали немного. А вот когда отец еще был жив, вот сейчас вот мы не делаем. Вот Наташа угощала, делала. Классная вещь. И, кстати говоря, сверху, чтобы долго хранилась, она же не переваривается, ну что, нет вот этого процесса консервации. Сверху добавляют немножко подсолнечного масла, пол-ложечки. Плёночку. Чтобы создать, да, вот эту лёгкую плёночку. Ну, можно там обычными крышками полиэтиленами. Ну, вот такие вот. Плассиками. Не обязательно закатывать там совсем. Как раз эту плёночку создают, чтобы эта крышка, если закатываешь, металлическая, чтобы она бы с обратной стороны не ржавела. Да, потому что это всё-таки агрессивный свинец. Но лучше всего, конечно, вот это вот просто пластик. Какой вкусный пирог. Делать очень просто. Хметь можно на балконе или поделить. А у хрена надо это в чечне. Я помню, что мы делали. Сколько я этого хоряна перечистила? Сколько я этого чеснока перечистила? Замучиваюсь. А свой вот все лайфхаги. А мы помню, что-то чеснок трясли в кастрюле. Чего? Очищали вот так. Не помогает. Мой им понравился. Руками как попроще. Всё равно. Каждую долечку, особенно если чеснок мелкий. Зайбушь. Это если вот такие, знаете, чесноки? Крупные дольки. Это нормальные. А когда мелкие... А вот сад жлющий такой чеснок был. Был такой вух. А, ещё более, по-моему, ещё более была такая острая. Он тогда привозил, по-моему, на бычьем сердце мы делали. Да. И хрен. Очень сложно чистить. Особенно если... Он тонкий. Есть толстый такой. Да и корявый. Он же вот так в туле сгибается. Крышок. И вот прям встальше чистить. Чужой стык. Угу. Очищенный продаёт им дороже. Намного. Японда что-то тысячу рублей в килограмм. Это тогда. Пчечни 500. А так 400. А, ну да. И там вот тоже прилично-то приходит. Ммм. Да, да, банк 30, наверное, стояла этой хренами. Весь холодильник был застал. Но вместо кетчика я в ванну макароны. На работу. Ха-ха-ха-ха. А че специально с супом нет? А джип тоже так же едет. Ммм? Джип тоже делает. Тоже так же. А, по-моему, где-то наш тетчуп. Банк стоит. Да, мы все умеем, все делаем. Просто сейчас ковару не делаем, потому что... Опер, в своей даче нету, в своих продуктах нету. Во-вторых, ну, не так много едим. Пошел купил. Пошел купил. Я тут только гость приедет, что я кучу не дают. Надо ли делать? Знаете, рука руку моет. Ты что-то одно, а ли все что-то другое. Ну, так получается. Жизнь. Вкусный пирог. Прям нежный такой. Очень как-то хорошо. Ну, сама положили. Ну, у нас мы не знаем, как-то, наверное, полезно. Да. Сыр. Из грибами. Перчик тут ученый. Хорошо. Я только про лампы мягкий был. Да, он мягкий, мягкий. Ну, погрел, сейчас тоже мягкий. Да, то у них... Ну, они как-то не знаете, сейчас делать, что... Да, стоят, а резиновые делать. Ты сам парни пролежит. А так нам их нет. Ну, реально делать резиновые какую-то. Я вижу, так тянешь от теста. Ладно. Ребятки, еще раз хочу проститься, извиниться за свои утренние перформансы, за свои утренние болталки. Знаете, иногда накипает. Вот. Хорошим людям хочу пожелать всего самого хорошего. В вашей жизни было только солнышко, вкусняшки и благополучие. Ну, а злым людям я хочу пожелать спокойствия, добра в душе, мира. Тогда все у вас тоже будет хорошо. Увидимся в следующем выпуске. Любые, целую. Пока. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok